Сегодня привычный ритм работы в одном из салонов красоты Татьяны Гриценко немного нарушен. Не слышно шума фенов, ножниц и других профессиональных инструментов, используемых при создании нового образа. Да и сам коллектив заметно волнуется. Ведь через несколько минут им предстоит встретить почетного гостя, главу Новороссийска Игоря Диченко, который в плотном рабочем графике нашел несколько минут, чтобы поздравить мастеров своего дела с профессиональным праздником – Международным Днем Парикмахера. Сегодня есть сеть салонов прекрасных, у вас прекрасный коллектив. Я вам очень благодарен, поздравляю вас всех с этим прекрасным праздником, праздник красоты. А начиналось все 19 лет назад, когда Татьяна Гриценко решила открыть свой первый в Новороссийске салон, где бы каждый житель города мог получить весь комплекс профессиональных услуг. Подобрала команду единомышленников, для которых, как, впрочем, и для нее самой, неиссякаемым источником вдохновения было и остается таинство рождения красоты. Вот так и шагают вместе, рука об руку, вот уже без малого два десятка лет. За это время сплоченным коллективом было одержано немало профессиональных побед. Так, в 2014 году Елена Зиборова стала чемпионкой мира по парикмахерскому искусству на длинных волосах в Милане. И на все поступавшие предложения остаться после победы в Европе потенциальным работодателям она отвечала категорическим отказом. Для меня очень дороги эти стены, для меня очень дорог руководитель. За эти годы она стала не только моим руководителем, но и моим самым лучшим другом. И, не знаю, я люблю Юг России, мне нравится этот город. Почему, почему звезды должны говорить, где-то они здесь. За высокий профессионализм и достигнутые показатели в сфере бытового обслуживания лучшие специалисты Новороссийска были отмечены грамотами главы города. Юлия Сапковская, Денис Ротарь, Новая Россия.